привет всем ну давайте так вам не нравится что я снимаю видео про эльбрус и мне не нравится что я снимаю видео про эльбрус вот уже три месяца здесь у себя в лаборатории построенных у меня в музее я занимаюсь тем что тестирую проверяю пробую достигаю чего-то там общаемся мы по этому поводу в небольшом комьюнити энтузиастов и я ничего на свой канал по этому поводу не выкладываю уже очень давно это бывает редко но так получается что это просто тема которая так или иначе проскальзывает все время в роликах тут я ничего не могу сделать поверьте я избавляю вас процентов от 80 всей информации который в принципе хотел бы поделиться но тем не менее сдерживаюсь однако на этот раз меня вынудили потому что если этого не делаю я это делает кто-нибудь другой вынудила меня статья на overclockers которая ну просто удивительно с моей точки зрения статья это появилась не только на overclockers есть она на ixbt я почти уверен что очень скоро она появится на томс хардвер гайд на английском языке потому что так уже бывало и вот в этой статье написано что географ энтузиаст раздобыл машину эльбрус 8 с надо сказать относительно старая машина и протестировал игру atomic heart на ней читаю один абзац судя по всему в статических сценах количество кадров в секунду не поднимается выше 25 fps вот только таких сцен минимум ведь в кадре постоянно что-то происходит в результате мы видим что указанная выше связка имеется в виду связка из эльбруса и некой видеокарты не вытягивает даже те 25 кадров в секунду которые в прошлом поколении считались нормой для игровых приставок в сложных сценах from rate падает до 15 кадров в секунду и даже меньше но в тот момент когда геймер меняет ракурс и вовсе наблюдается падание производительности наверное имеется в виду падение производительности ну overclockers виднее к сожалению энтузиаст не удосужился поставить простой счетчик кадров в секунду поэтому мы можем назвать показатели исключительно теоретически но и этого достаточно для того чтобы сделать определенные выводы ясно что никто не будет играть в atomic heart на процессоре эльбрус 8 с здесь без альтернатив вот только у многих геймеров в наличии довольно посредственное железо данный тест позволяет оценить работу новинки 2023 года именно в сложных условиях ну и так далее вот это способность предсказывать fps по ролику на ютьюбе без счетчика честно говоря поражает хотел бы я иметь такие скиллы но не имею далее нам говорят про 25 кадров в секунду давайте на секундочку посмотрим о какой же связке идет речь здесь же написано географ решил бросить выбор российской игре с помощью российского процессора видимо имеется ввиду бросить вызов но опять же overclockers виднее энтузиаст раздобыл эльбрус 8s поставил на него операционную систему windows 10 ну а в качестве видеокарты выступила графическое решение для профессионалов rodeon pro vx ну точнее wx 3200 давайте определимся с тем с чем мы вообще работаем что такое видеокарта rodeon wx 3200 вот так выглядит результат ее бенчмарка против моей видеокарты rodeon 570 как мы видим rodeon 570 примерно в три раза быстрее этой прошки кроме того вот так выглядят минимальные системные требования atomic hard опубликованные разработчиками где написано что на самых низких настройках мы должны использовать видеокарту хотя бы rx 580 чтобы получить 60 fps все что ниже будет давать нам 30 fps то есть мой rodeon который быстрее этой прошки в три раза должен выдавать вот ровно то что выдала эта прошка примерно 25-30 кадров в секунду с моей точки зрения то что показал географ это вообще говоря чудо и не должно было быть у него таких высоких результатов особенно на такой старой машине как эльбрус 8 с вот у меня машина эльбрус 8 св и она тоже старая она выпущена если я правильно помню в 2019 году и кстати каждый раз когда я тестирую эльбрус мне каждый раз говорят что дескать вот ты тестируешь какой-то там doom 2004 года несмотря на то что это гораздо более новые исходники если я запущу из этих исходников doom на какой-нибудь винде на какой-нибудь видеокарте попроще вы увидите что никакой компьютер 2004 года с этой игрой не справится но ладно вот вышла atomic hard ей типа неделя от роду новее не придумаешь естественно игра это может быть только под windows естественно только под архитектуру x86 поэтому мы сразу ставим любой несовместимый процессор неважно какой пускай даже apple m1 в априори проигрышные условия в которых естественно процессор не выполняет тот код который ему передает а лишь эмулирует другой процессор который уже выполняет другой код ну каждый кто знаком с виртуальными машинами особенно с такими как куэму прекрасно знает насколько это медленнее чем исполнять нативный код впрочем ничего нового я здесь не скажу я говорил это уже миллион раз в том числе я говорил как поставить windows на эльбрус год назад я делал обзор на компьютер эльбрус 2s3 в котором мы ставили windows и играли в starcraft почему starcraft ну во-первых потому что эльбрус 2 и 3 хоть и более новое поколение чем 8sv шестое поколение а это пятое он тем не менее всего двухъядерный поэтому на трансляцию кодов из x86 в е2к там уже было отдано одно ядро и поэтому винда на выполнение получала всего одно оставшееся ядро кроме того проброса видеокарты на тот момент внутрь системы эмуляции lintel просто не существовало поэтому видеокарта там была абсолютно софтверная и на ней естественно тормозило все что угодно драйвер туда поставить было нельзя мы использовали этот же самый radeon rx 570 но поставить на него драйвер нельзя и он там работал просто как стандартный дисплей vga то есть абсолютно вся графика включая рабочий стол обчитывалась процессором что тормозило бы абсолютно на любом компе в том числе абсолютно обычном и bmpc даже каком-нибудь очень крутом современным там корой а и 912 сколько-нибудь пока у вас не стоит драйвер на видеокарту вы автоматически находитесь в сложной софтверной эмуляции в которой все что угодно тормозит тут абсолютно ничего не поделаешь географы попросили показать будет ли работать atomic hard на эльбрусе и он показал он сделал это без задней мысли и все получилось и в общем то те кто просил остались абсолютно довольны результатом но к сожалению тут же появились журналисты которые тут же написали об этом статью как все плохо обвиняя при этом почему-то не radeon который в три раза ниже самые минимальные видеокарты а процессор ну это странно поэтому давайте уж будем восстанавливать справедливость на сегодняшний день к счастью нет ничего сложного в том чтобы установить на эльбрус обыкновенную винду для этого существует как я уже сказал как я уже год назад сказал прослойка совместимости lintel задача которой пробрасывать инструкции x86 в инструкции едва к чтобы когда винда делает запрос к обычному x86 процессору эти запросы превращались в запросы к процессору едва к и можно было исполнять их нативно ну понятно что процесс проброса это конечно тоже процесс который занимает определенное процессорное время и lintel организован таким образом что часть ядер отдается на трансляцию часть ядер отдается на выполнение хорошо что этот эльбрус восьмиядерный поэтому мы можем два ядра отдать на трансляцию этого вполне достаточно и таким образом получить шесть ядер на выполнение то есть винда будет видеть шестиядерный компьютер как только у нас загружается lintel мы тут же можем попасть в bios внутри этого bios есть куча разных настроек которые позволяют нам настроить трансляцию наиболее оптимально ну с такого расстояния вы конечно не увидите что здесь написано я вам так прочитаю процессор mc ст эльбрус 1550 мегагерц что кстати на 250 мегагерц быстрее чем процессор эльбрус 8 с процессоров для трансляции используются два в качестве периферии видео устройство у нас указано md то есть этот самый радион больше нам здесь ничего менять не надо x86 bios нам показывает доступные диски это обычные диски в обычном ntf с обычной поставленной виндой ничего особенного здесь нет загружается 10 винда и дальше мы работаем с ней как обычно конечно было бы очень круто поставить туда какую-нибудь видеокарточку посерьезнее чтобы можно было поиграть в игру нормально это например 3060 она работала бы в atomic heart ну где-то на средних настройках может даже на хай где-то может быть с какими-нибудь исключениями но видеокарты nvidia в эльбрусе не работают и в байкале не работают и в рискви не работают риск 5 простите хотя и так и так все называют не знаю бесит по моему только тех кто комменты пишут возможно как-то влияет диван в общем к сожалению такая видеокарточка не вариант мы можем работать только с видеокартами amd причем далеко не со всеми дело в том что есть такая штука как msi x технология которая в эльбрусе пока еще реализована далеко не целиком есть некоторые процессорные расширения которые в линтеле реализованы еще далеко не целиком поэтому просто пойти и купить какой-нибудь radeon 6 900 xt нет как он там называется короче какой-нибудь из шеститысячного семейства родионов мы не можем то есть купить то можем работать не будет один маленький эксцесс но на данный момент уже идет определенная разработка и их поддержка активно реализовывается то есть я просто хочу подчеркнуть что на данный момент это чисто программное ограничение не аппаратное поставить его туда скоро можно будет аппаратным же ограничением к сожалению выступает тот факт что в эльбрусах несмотря на кучу слотов пися экспресс все-таки в них реализовано только второе поколение пися и и поэтому естественно очень многие видеокарты мало что получат при такой узенькой шине но имеем то что имеем несмотря на это она работает гораздо лучше чем можно подумать если мы прямо сейчас здесь запустим какой-нибудь диспетчер задач то мы увидим что процессор здесь эльбрус 6 ядер и все остальное несмотря на то что вроде бы здесь должно все работать относительно прозрачно надо понимать что накладные расходы на такую трансляцию все равно очень большие все равно очень сложно эльбрусу эмулировать неродную архитектуру винда вайдли достаточно круто пожирает процессор хотя сейчас в этом больше виноват в к плей который достаточно сильно грузит любую систему не только эльбрус однако по заявлениям mcst в режиме линтл эльбрус эмулирует примерно кордова есть м400 об этом он даже пишет если включить соответствующий режим что винда уж совсем считала что это прям intel core 2 duo это очень медленный процессор надо сказать и он далеко за гранью минимальных системных требований atomic heart и тем не менее мы все равно можем запустить atomic heart и посмотреть как же все таки он действительно работает на эльбрусе при условии что мы не будем создавать бутылочное горлышко из видеокарты пока что здесь стоит моя штатная видеокарта rx 570 давайте посмотрим что происходит на ней мы можем увидеть что видеокарта у нас работает совершенно самостоятельно графический процессор radeon rx 570 series то есть драйвер стоит он работает с ним все хорошо на данный момент мы можем запустить например какое-нибудь приложение тот же самый хэвинг бенчмарк который я всегда использую и посмотреть производительность видео в нем здесь стоит direct x11 все стандартно ничего не изменено настройки все обычные вот мы попадаем в сам бенчмарк начинает играть музыка radeon rx 570 series все видно все хорошо да это не какая-то лютая производительность здесь действительно 20-25 кадров в секунду это не фантастика конечно но это работает то есть раньше говорить о том чтобы запустить какой-то бенчмарк в винде поставленный в линтл да боже упаси там как я уже говорил starcraft тормозил теперь с этим проблемы нет и немножечко тянет вниз все это дело конечно проц потому что эльбрус его эмулирует ну так не очень эффективно хотя над прослойка совместимости постоянно работают конечно это уже далеко не первая версия которую я тестирую и прогресс идет постоянно ну это ли не прогресс конечно есть к чему стремиться и вы можете спросить а зачем ты вообще поставил vk play если он тебе грузит систему ведь скачать с торрента в дев версию atomic heart а можно безо всяких лишних лоудеров ага судя по всему географ так и сделал вот только есть одна проблема дев версия тормозит на чем угодно даже на писи я это проверял на довольно серьезной видеокарте она действительно фризит она может показывать довольно много fps на периодически просто встает идешь-идешь опять встал идешь-идешь опять встал дев версия работает плохо по сравнению с той версией которую можно купить официально абсолютно в российском магазине vk play версия тормозит а вот эта версия нет так что тестировать справедливо можно только ее опять же чтобы не кидать лишнюю тень на процессор который ни в чем не виноват в данном конкретном случае вот vk play более или менее успокоился проц более или менее не нагружен графический процессор не нагружен практически совсем все готово можно смело запускать atomic heart играть да да естественно куда же без обновлений графическое разрешение мы оставим 1920 на 1080 я пробовал его снижать она вообще ни на что не меняет ни одного fps и не добавляется а вот качество нужно поставить низкое это справедливо относительно тех системных требований которые высказывает нам игра можно конечно поставить и среднее но это не добавит нам комфорта в игре надо быть справедливым раз у нас есть rx 570 который даже до 60 кадров в секунду на лоу не дотягивает то есть мы рассчитываем на 30 кадров в секунду на лоу так просит игра безо всяких скидок на эльбрус оставим так ну и на этом пожалуй все продолжаем игру ну и вот пожалуйста ожидаемые 30 кадров в секунду я не знаю видно ли вам счетчик fps of здесь но даже если цифры конкретные не видны виден хотя бы цвет все что выше 30 зеленое все что ниже 30 желтое все что ниже там по моему 20 или 15 красное вот мы видим что даже при в принципе достаточно активном движении мы имеем 27 25 кадров в секунду как на радионе 570 по заявлению разработчика игры и должно быть никаких тут особых затупов и падений производительности в общем нет конечно при резкой смене ракурса есть определенные процессы прорисовки в этом случае fps падает ниже 20 но он так и должен делать судя потому что написано в документации я понимаю что всегда найдется человек в комментариях который скажет да я тут на своей девяточке сейчас вообще в лед проеду в смысле я хотел сказать у меня geforce 2 mx 400 гпшная и у меня там 400 кадров в секунду да я знаю вас много вы молодцы что так умеете жаль что у меня не так но в соответствии с тем что показывают таблички разработчиков я вполне себе результат этот наблюдаю причем кроме того надо еще обратить внимание что вот чтобы получить вот эти 40 fps of в документации в официальной к игре написано что кроме собственно rodeo на rx 580 ладно хорошо какого-нибудь gtx 960 у нас еще должен быть кора и 5 или райзен 3 что в общем далеко от того что эмулирует эльбрус и тем не менее в общем эти цифры мы получаем в общем опять же я не очень хорошо знаком с тем как эта игра вообще работает на большинстве обычных компьютеров может она там тоже так притупливает местами и это вообще нормально может и нет я этого не знаю но вот то что мы можем выжать из радиона этот процессор выжимает вполне причем надо отметить что выдавая эти самые fps и радион даже вентиляторы не включает это интересно ну ему виднее трубка то не сказать что раскаленная ну горячая до держаться за нее не очень кайфово но вот ему виднее наверно включат когда ему станет жарко помните эту видеокарту мой старый знакомый по имени леонид уже одалживал мне ее для тестов процессора байкал правда тогда она у нас не завелась это родион века 56 это практически потолок того что мы можем здесь завести лучшее что мы можем сделать это установить сюда видеокарту века 64 который у меня нет поэтому ее младший брат вега 56 практически топ из того что сейчас можно установить в лентл под эльбрусом запускаем ну и смотрим что будет музыка играет а количество fps of но составляет примерно те же самые 23 24 25 кадров в секунду даже непонятно стало быстрее или медленнее но написано rodeon rx вега graphics memory вроде частоты были побольше у и рыкса ну ладно да здесь мы имеем 28 30 35 кадров как-то это работает ну ладно бенчмарк бенчмарком его задача в конце концов напрягать видеокарту задача игры наоборот делать все чтобы у всех работало все максимально хорошо поэтому запускаем atomic hard и смотрим как дела будут обстоять в нём что характерно игра запускается во второй раз гораздо шустрее всегда чем в первый ну давайте посмотрим тоже самое место так не забываем включить счетчик fps of и вот мы видим под 60 и даже 60 порой ну все еще бывает определенные подтупы но в целом вот ну да вот так бывает в остальном вроде как вполне шустро дверку я уже открыл пойдемте в дверку ну вот да то есть ну какие-то под фризы я вижу они действительно случаются в этом случае мы видим что она проседает до 40 fps of на самом деле не до 40 а до ноля но просто это на секунду происходит тут у нас сохранял очка сохранились я подключил второй монитор и запустил на нем диспетчер задач в параллель к игре и вот что интересно fps и достаточно существенно просели но 36 40 кадров где-то так при этом можно видеть что ни ядра процессора не загружены полностью ну то есть вот 68 66 процентов примерно ни тем более видеокарта не сильно загружена интересно вентилятор хоть крутится мне но вентилятор не крутится я не знаю чё с ними не так почему они все не крутятся 58 градусов хотя в принципе вайдли она показывает 37 градусов но вот не крутится то есть я так понимаю что в любом случае эльбрус конечно же не раскрывает на полную видеокарту да это и так понятно если запустить тот же радион 570 на обычном pc он покажет гораздо больше кадров в секунду чем на радионе тут приходится просто довольно сильно увеличивать системные требования так сказать чтобы получить тот же результат что и на pc но в целом это ничуть не удивительно гораздо более удивительно то что проц при этом не в стопроцентной загрузке ну вот падишь ты так хочу дальше в этой игре делать то надо кто мне скажет мило вообще я не стал показывать на радионе то как работала самое начало игры потому что там ну это довольно жалкое зрелище 25 fps of это самый максимум который можно было там получить поэтому конечно мне интереснее всего сколько fps of может выдать вега в самом начале игры в самом требовательном к ней месте поэтому давайте попробуем запустить открытое пространство я подозреваю что там сейчас будет примерно такое же фиаско хотя конечно улучшение примерно в два раза но если мы посмотрим на сравнение веги с радионом в бенчмарках как это пишут в интернете то примерно так и должно быть вега примерно в два раза быстрее чем радион смотрим ну да тут вот тоже просадки бывают такие даже в красной зоне но в целом 60 вода такая какая-то странная на асфальт похожая это видимо из-за минимальных настроек а что если мы поставим качество средний ну тогда и в песов становится местами поменьше то есть в основном все равно 60 вода все равно асфальт но мы уже видим а ничем и не видим я не знаю я вы видите разницу между средним и не средним и самым низким я нет что если поставить качество высокий и 30 весов с провалами в 20 ну то есть да вот здесь мы имеем 30 весов но довольно стабильные то есть если для нас принципиально играть именно в 60 fps то да даже вега нас здесь не спасает провалы есть и до 20 до 15 fps все равно но если мы хотим получить стабильные 60 то соответствуя требованиям игры ну надо хотя бы выставить средний я все равно смущает вид воды по моему в девелоперской версии вода выглядела совсем по-другому ладно я вообще не уверен что хорошая идея показывать вам всю эту заставку целиком это же в принципе как бы наверное спойлеры с другой стороны это спойлеры самого начала игры может быть не такие уж это и спойлеры здесь игра уже проваливается в 40 45 кадров в секунду здесь уже 60 не держится 43 42 26 промелькнул 38 ну да и это средние настройки на высоких он здесь уже тормозил а насколько я понял из статьи географ то играл на высоких настройках чуть ли не на встроенные видюхи 40 50 40 50 вот сюда смотришь 60 а вот сюда смотришь 40 40 40 дайте походить самостоятельно ну да это очень интересно так ну ка чё тут о просадки просадки 12 было кадров 17 20 ну то есть конечно это далеко от идеала но слушайте так бы я играть мог тридцать тридцать один сорок двадцать в общем это работает примерно вот так столько счастливых и благополучных людей на улице как в китае вы бывали в китае товарищ майор да где я только не был ну в китай может и не предприятие 38 26 располагается не так далеко от земли союзного китая мне нравится дух этих лет и говорят там красиво красиво не врут привет здравия желаю майор нечаев по личному указанию товарища сечина да добрый день товарищ майор весь мир столь привычный нам с рождения и это не просто красивые слова а то ладно видеть что вы никуда не добитесь товарищ майор ваша машина уже подана код активации вы получите в кабинете академика сеченова от одной из его телохранительниц я я на тюрьму люблю это место в который раз здесь бываю но не встаю удивляться как красиво здесь наш лифт только что приму ну да вот здесь хорошо подтупляет но такое впечатление что только в момент какой-то подгрузки текстур что ли вот мне кажется в эльврусе есть проблема с тем чтобы тупо что-то куда-то загружать или это как раз то что ложится целиком на проц а не на видеокарту если видюха справляется то как раз то что касается процца когда ему приходится просто оперировать данными вот там мы имеем просадку ну и естественно можно совершенно гарантировать что если бы эту игру выпустили бы нативно под эльбрус ну вот гайдзин же без проблем выпускает нативно war thunder под эльбрус и все это работает же не требуется делать его опенсорсным не обязательно делать его каким-то с новой лицензией он прекрасно компилируется и блобом выпускается под линукс и все прекрасно работает так что нет особо никаких причин разработчикам atomic heart ну кроме чисто логических типа того что а зачем эльбруса ни у кого нет не выпустить эту игру под эльбрус и вот тогда работая в нативном эльбрус с она могла бы показывать гораздо более интересные результаты видеокарты там поддерживаются более мощные и потерь на трансляцию там нет возможно не было бы вот таких затупов но в целом я не знаю чего еще желать по моему все отлично работает картинка правда иногда выглядит странно но это видимо из-за средних настроек вот это размах наука это сила уважаю шефа за его способность смотреть с высока на непреодолимые препятствия не существует непреодолимых препятствий кроме болтовни всяких электронных перчаток получите код активации автомобиля товарищ майор код принят вас командир ожидает вас внизу не задерживайтесь у вас мало времени мы можем вернуться тем же лифтом на котором поднялись сюда спасибо гений без тебя бы я точно не догонялся ладно я чувствую что я немножко увлекся думаю что я донес свою мысль максимально понятно но когда винда просто грузится а на мониторе отладочная информация линтла висит вот тогда видеокарта соизволит крутиться ну то есть вентилятор на ней потом вот собственно и все драйвер ее видимо останавливает как только загружается ну что ж им там видней в общем у эльбруса и так хватает проблем недостатков косяков чтобы придумывать ему еще тех которых у него нет запуск atomic hard не одна из проблем эльбруса но для тех кто остался разочарован тем что здесь все прошло хорошо вы не волнуйтесь через несколько дней на моем канале выйдет большое интервью с Ильей Курдюковым человеком который работает в компании базальт спо то есть в конторе которая делает альт линукс он является мейнтейнером пакетов для эльбруса и он не понаслышке знает насколько проблемный процессор едва к так что скоро мы с ним обсудим и в пух и прах разнесем как сам эльбрус так и МЦСТ которое его разрабатывает там огромное количество проблем так что вы не волнуйтесь никто не уйдет обиженным вашу дозу негатива вы получите в огромных количествах и я думаю что таких подробностей минусов эльбруса наверное в интернете еще не было и никакой оверклокерс никогда их не выдумает так что не расходимся как обычно скоро все будет а на сегодня у меня видимо все всем пока